Ценные документы, значки, книги, фотоальбомы и плакаты, все связанные с комсомольской тематикой, передал фонды Музей-заповедника Родина Ленина Андрей Вячеславович Езерский. Он родом из Твери. После окончания института жил и работал в Зеленограде инженером-конструктором на Зеленоградском НИИ научный центр. Занимал должность первого секретаря Зеленоградского РК ВЛКСМ с 1992 по 1998 года. Хранить такие уникальные документы дома совершенно бесполезно. Они должны быть представлены для своего общего обозрения, как история, написанная без купюр. Они должны быть доступны, понятны. И в том числе и события, в связи с чем была необходимость их получения. Наиболее ценным переданным документом является заявление Ольги Дмитриевны Ульяновой, племянницы Ленина. Этот документ необходим был для регистрации в Министерстве юстиции Международной общественной организации Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи в ЛКСМ. Она была образована после развала Советского Союза на учредительном съезде в ЛКСМ в 1992 году. В связи с изменением законодательства Министерство юстиции Российской Федерации потребовало подтвердить имя собственное, присутствующее в названии организации, разрешением наследников. Ее документ, уникальность его заключается в том, что он рукописный. Это не текст, набранный на машинке. Он рукописный, написанный в домашней обстановке. Там по первым строчкам даже видно, что ручка была плохо расписана, не начинала писать. И потом только разошлась, что называется. Виден почерк. К письму приложены две справки. Свидетельство о рождении Ольги Дмитриевны, заверенное нотариусом. И справка из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории о том, что она является единственным оставшимся в живых наследником фамилии Ульянов-Ленин. Такой случай, который сегодня нам предоставился, это действительно огромный-огромный праздник. Когда человек, который всю жизнь собирал, который любит, который знает, который собирал осознанно, готов передать свою коллекцию музею, это, конечно, очень-очень здорово. Это для нас большая радость. Посетители музеев смогут познакомиться с этими документами, фотографиями, предметами в октябре, когда будет праздноваться 105 лет со дня создания комсомольской организации. Ирина Антонова, Герман Баранов, Управда ТВ.